На разговор с губернатором пришли около сотни пенсионеров. Встреча была открыта для всех, но некоторые почему-то так и не решили зайти в здание администрации, подключиться к обсуждению, продолжая выдвигать свои требования за ее порогом. С самого начала стало ясно, пожилые люди настроены по-боевому. Обозначил свою позицию сразу и Вениамин Кондратьев. Мы отсюда все уйдем с решением. Я подчеркиваю, все уйдем с решением. Ажиотаж у пенсионеров вызвало сокращение льгот на проезд в общественном транспорте. Условия получения этой скидки изменились с начала года. Согласно требованиям федерального центра, в крае ввели критерии нуждаемости. По новым правилам льгота стала недоступна работающим пожилым людям и тем, чья пенсия превышает установленный прожиточный минимум. Принятая мера была вынуждена, и бюджет региона в этом году непростой, пояснили в Краевом Минфине. В год власти на эту льготу выделяют более миллиарда рублей. И чтобы сохранить ее прежний объем, пришлось бы урезать другие социальные программы на 600 миллионов. Из-за трудной экономической ситуации многие регионы вообще отказались от льготных проездных. У любой семьи, когда появляются деньги, их куда тратят? На самое необходимое. Вот и здесь я сейчас подчеркиваю, что денег у нас в Крае столько, а это не государственные деньги. Вы услышите меня, это деньги налогоплательщиков, всех жителей Края. Поэтому мы не можем брать эти деньги и тратить только туда, куда мы захотим. Мы должны учитывать все группы социальных интересов и работающего населения интерес. И это правильно. Поэтому здесь я пытаюсь балансировать из того, сколько денег имею. Сколько я денег имею. Поэтому я трачу на самое необходимое. То, что максимально сегодня будет способствовать, в том числе и прожить эту ситуацию. Так вот я еще раз подчеркиваю, что сегодня, чтобы дать вам все, что вы просите, необходимо у кого-то это забрать. Выделяемые деньги на льготы – это налоги, которые поступают в Краевую казну, объясняет губернатор. На Мира соцподдержки весь год работает две трети населения Кубани. Но оставить в трудном положении пенсионеров власть сегодня тоже не может, говорит Кондратьев. Ведь для многих это вопрос полноценной жизни. Лишившись, более-менее достойного, то, что там будет бесплатно, это об этом сейчас пока не мечтайте. Так вот, более-менее мы сможем сейчас справиться со своими проблемами только благодаря произнанному билету. Очень прошу вас, чтобы вы просто вот это, то, что спровоцировало, люди поняли, что мы живем очень тяжелое время. Единственная моя просьба, Вениамин Иванович, чтобы вернули нам возможность, вот как мы ездили, я покупала эти льготные билеты, ездить сюда. Искать компромиссное решение губернатор предлагает вместе. Выслушав мнение всех желающих, Вениамин Кондратьев озвучивает свое предложение. Если мы сделаем планку, право на единый льготный проезд имеет тот, у кого прожит еще минимум меньше 12 тысяч, если вот таким образом делать. Если право имеют те, кто прожит еще минимум меньше 15 тысяч. Давайте так не лукавить, вот в Краснодаре зарплата порой у людей 15 тысяч. И они тоже скажут о том, что почему мы не имеем право на бесплатный проезд. Правильно, договариваемся, что если прожит еще минимум меньше 15 тысяч, имеет право на проезд. Договорились? Таким образом, губернатор увеличил введенные ранее критерии нуждаемости. Теперь воспользоваться льготным проездным смогут пожилые люди, чья пенсия меньше двух размеров прожиточного минимума. Это 15 тысяч 400 рублей. Право на скидку сохранилось и у кубанцев старше 80 лет, независимо от их дохода. Эти изменения вступят в силу с 1 февраля. Если бы была бы у меня пенсия 15 тысяч, 27, клянусь, никогда бы сюда не пришла и не стала бы требовать. Никогда. Я считаю, что он правильно принял решение. Абсолютно правильное решение принял наш губернатор. У меня 8 тысяч пенсий, и он сказал до 15 тысяч. Если бы мне давали 15 тысяч, я бы слова ничего не сказала. После принятого решения не спешили расходиться. Пенсионеры остались, чтобы обсудить с губернатором и другие проблемы. Спрашивали о медицинских льготах, рассказывали о незаконных постройках. Многие даже были записаны на личный прием в главе региона.